Привет, друзья! С вами канал Maros Life. Сегодня вот решил прогуляться по такой вот хорошей погодке. Правда, у нас сегодня ветрено. Поговорить о последних событиях, которые сейчас происходят в Чехии. Как вы все знаете, все в ожидании продления чрезвычайного положения. Ну, его все-таки продлили, как ни крути. Говорят, что это будет последнее продление чрезвычайного положения. Министр здравоохранения Нян Блатны так заявил, что, возможно, это будет последнее. Чрезвычайное положение. Будет ли это так? Не знаю. Наверное, вряд ли. Но хотя, опять же, все зависит от того, вот той ситуации эпидемиологической, которая есть сейчас. И сейчас идет все уже, слава богу, на спад. Вот, поэтому, возможно, конечно, это будет последнее продление. То есть продлили его до 11 апреля. Поэтому это конечная дата чрезвычайного положения. Хотели до 27 апреля продлевать, 21 года. Но в итоге приняли всего лишь на 14 дней. Опять же, есть ряд ограничений, ряд условий, с которыми принималось это все. Но, опять же, пока что все ограничения остаются в силе. То есть ничего не меняется. Как видите, я вот тоже хожу с масочкой. Но, опять же, пока один решил снять ее, потому что не совсем удобно в ней работать, гулять, ходить и так дальше. Респираторы остаются в том же месте, как и были в магазинах, на автобусах, на медицинских учреждениях. То есть все остается в тех же силах. Вот единственное, что некоторые партии хотят, чтобы можно было, вот, допустим, в лесах, либо там при прогулках, если никого нету, по кругу, ходить без маски. И хотят запустить уже школы. То есть хотят уже запустить учеников с 12 апреля в школы. Будет ли это, узнаем. Посмотрим, потому что вот с 14 октября наш ребенок, по крайней мере, и вся Чехия занимается дистанционно в школах. То есть это основная такая новость, которая сейчас произошла в Чехии. То есть продление чрезвычайного положения до 11 апреля. Следующее событие, которое уже сегодня стартануло, это пересчет населения в Чехии. С 27 марта по 9 апреля будет электронный пересчет включен. Но я вам скажу честно, скачал себе приложение сегодня, решил зайти, посмотреть, ввести, так сказать, эту перепись, записаться. Потому что кто не сделает этого, получит штраф до 10 тысяч крон. Вот. И в итоге сайт не работает. Все лагает, ничего не работает. Написано, что извините, пока идет работа на сайте. Поэтому приносим извинения в следующий раз когда-нибудь. Но опять же, сроки электронной подачи до 9 апреля. А по итогу потом уже начнется бумажная перепись. Там уже будет бумажный вариант. Ну а там, конечно, что будет в тех пунктах. Там ничего такого серьезного нет. Единственное, что это нужно сделать всем иностранцам, которые имеют ВМЖ, ПМЖ обязательно. Вот это такое, можно сказать, нововведение. Ну и так, без такого там сложного ничего нет. На самом деле. Так что будем делать, будем за этим всем следить, мониторить. Но нужно это сделать обязательно. Вот. Из другого, из таких новостей, которые появились на просторах интернета, то, что очень много украинских, молдавских, румынских ребят, так сказать, зарябичан, которые ездят, приезжают в Чехию на границах, их останавливает немного, и с поддельными тестами ПЦР, ребят, даже умудряются такие вот вещи случаться. И это не сильно хорошая новость, потому что может быть такое, что могут и закрыть вообще визы, закрыть подачу документов по этим визам. Опять же, не знаю, как оно будет на самом деле, но не сильно приятно слышать такие новости, что уже и на этом подделывают тесты. Ну, а там, конечно, я понимаю, что очень тяжело и там заплатить, и сюда приехать, заплатить через 5 дней от карантин. Единственная проблема в том, что реально проверить документы могут под этим тестом только в аэропорту в Чешском, а уже в других местах, допустим, на той же польской границе, либо словацкой границе, либо венгерской. Там сильно проверить не получится ничего. Ну, как бы не посмотрели там, опять же же, легитимность этой справки, она правильная, неправильная, корректно, некорректно, никто не знает. Ну, вот такая вот новость, которую я тоже почитал, узнал. Ну, не совсем, конечно, приятно такое вот наблюдать. Ну, а так, в принципе, в целом, ребят, все нормалек. Вот потихоньку все это снижается с этой короной. И я вам скажу, что март месяц был таким злополучным месяцем для Чешской Республики, потому что за этот месяц умерло самое большое количество людей, на данный момент уже почти 5000 людей за месяц. Это рекорд вообще такой страшный, потому что был рекорд 4773 человека, если не ошибаюсь. В ноябре 2020 года, да, очень много умирало людей от короны. И сейчас вот в Чехии в марте побил этот рекорд ноябрьский. Это, конечно, очень плохо. Вот, так что больше, почти 200 человек, даже больше 200 человек умирало каждый день. И с этим очень все печально. Вот, из хороших новостей, Германия потихоньку ослабляет меры по поводу Чехии. То есть Чехия уже не темно-красная страна для Германии. И уже есть транзиты. То есть 28 марта запускаются транзиты в аэропорта Германии, кто там хочет куда вылетать. Вот, ну и уже ближайшие территории Германии тоже будут разрешать чехам приезжать там для работы, без всяких тестов, без всяких проблем. Так что, ребят, следим за такими вот ситуациями, новостями. В Украине слышу, что все ухудшается. В Польше тоже там бьет рекорды по 35-40 тысяч зараженных людей в день. Это, конечно, печально. Здесь, слава богу, все пока спадает. Ну, а там посмотрим, как оно будет в реальности. Так что такие вот новости, вот такие моменты, которые хотел озвучить при этой прогулке. Так что главное вам не болеть. Главное терпеть, выдержать то, что сейчас происходит в этом мире. Так что все будет скоро хорошо. Ну, все, ребят, вот так вот поговорил, так вот выговорился, высказался. С вас, как всегда, поддержка. Ставим лайки, подписываемся, кто еще этого не сделал. Делимся своим мнением в комментариях. И увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.